Администрация тюрьмы 13 направила в Кишиневскую апелляционную палату запрос с просьбой приостановить исполнение постановления суда Чекан об условном освобождении Влада Филата из-под стражи. Информацию нашему телеканалу подтвердил представитель государственной администрации тюрьмы Олег Пынтя. Глава государства Игорь Дадон, а также министр юстиции Фадей Нагачевский ранее, напомним, заявляли, что решение о досрочном освобождении Влада Филата вызывает подозрения. Министр юстиции Фадей Нагачевский ранее заявлял, что новое тюремное руководство протестует досрочное освобождение Влада Филата, которое вызвало множество дискуссий, поскольку есть определенные элементы, которые создают подозрения относительно законности всего процесса досрочного освобождения бывшего премьер-министра. В интервью на одном из телеканалов глава юстиции отметил, что на уровне администрации пенитенциарных учреждений проведут внутренние расследования, а дело об освобождении Влада Филата доказывает, что в судебной системе есть очень серьезные проблемы. «Я хочу убедиться, что не было политического вмешательства, и все сигналы, которые мне поступают, ошибочны», заявил министр. Фадей Нагачевский утверждает, что при необходимости будут предложены и поправки в законодательство, если в законодательных нормах выявят пробелы. Президент Игорь Дадон в свою очередь отметил, что освобождение Влада Филата подготовила бывшая власть, однако экс-премьер Майя Санду и бывший министр юстиции Олеся Стамати обвинения главы государства опровергли. В то же время Игорь Дадон заявил, что Влад Филат не может быть освобожден, потому что ущерб в 25 миллионов долларов, нанесенный государству, полностью не возмещен. В свою очередь бывший премьер-министр считает, что в его приговоре не говорится об ущербе. Речь идет о незаконном обогащении. Напомним, бывший лидер ЛДПМ Влад Филат был задержан в октябре 2015 года. 27 июня 2016 приговорен к 9 годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Наказание отбывал в тюрьме номер 13 в столице. 3 декабря Влада Филата досрочно освободили на основании заключения суда столичного сектора Чиканы. Экс-премьер своей вины не признает и утверждает, что его дело было политическим, а процедура освобождения совершенно законной. Бывшие судьи Конституционного суда отказались участвовать в слушаниях, организованных парламентской комиссией по расследованию попытки узурпации власти демократической партии. Как сообщает информационный портал Дескиды МД, экс-суди КС направили председателю комиссии Михаил Попшой письмо, в котором призвали уважать принцип Конституционного правосудия, при котором судьи должны быть свободны и действовать в соответствии со своими собственными убеждениями, не опасаясь последствий. В своем обращении к суде Конституционного суда отмечают, что они не принимают приглашение на слушание, так как судья КС не могут быть допрошены или привлечены к ответственности за решение, которое они приняли. По их словам, если бы существовало такое обязательство, они не смогли бы в полной мере выполнять свои функции, что подорвало бы их независимость, гарантированную Конституцией. Судьи Конституционного суда действуют независимо, не подчиняясь политическому влиянию представителя исполнительной или законодательной власти. По этим причинам судей нельзя обязать давать объяснения парламентским или правительственным комиссиям. Председатель парламентской комиссии Михаил Попшой не ответил на наш телефонный звонок, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что он получил письмо от бывших судей Конституционного суда. Комиссия по выяснению фактических и правовых обязательств попытки антиконституционного переворота предпринятой Демократической партией направила приглашение на слушание по этому делу экс-председателю Конституционного суда Михаил Палелунж и бывшим судьям Раисе Апольской, Корнелю Гурину, Артуру Решетникову, Вячеславу Запорожан и Аурелу Беешу. Напомним, минувшим летом о возбуждении уголовного дела об узурпации власти распорядился исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Дмитру Робу. 8 июня голосами 61 парламентария от ПСРМ и блока АКУМ Молдова была признана захваченным государством, а Конституционному суду депутаты выразили недоверие. В ответ представители Демпартии подали ходатайство в апелляционную палату Кишинева. АП должна была рассмотреть документ, но заседание отложили. Позже ДПМ обратилась в прокуратуру с заявлением об узурпации власти правящим альянсом ПСРМ АКУМ, но возбуждение уголовного дела им было отказано. Заместитель председателя высшей судебной палаты Олег Стернюалы подал в отставку. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов министр юстиции Фадей Нагачевский. 5 ноября судья Олег Стернюалы был задержан после того, как сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его рабочем кабинете и в его доме. В результате предварительных проверок выяснилось, что за последний год Стернюалы и его семья заработали около 7 миллионов леев. При этом он приобрел имущество почти на 14 миллионов леев. Расходы судей превысили официальные доходы на 6 миллионов 7 тысяч леев. Стернюалы провел в следственном изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией 48 часов, после чего был выпущен на свободу. Упрощенный вотум недоверия, инициированный фракциями блока ОКУМ против министра обороны Виктора Гайчука, который несколько лет назад высказался якобы в поддержку ополченцев Донбасса, был отклонен Бюро парламента. Как сообщается, причиной стало то, что вотум носит индивидуальный характер и не касается политики министерства и правительства. Несмотря на то, что вице-спикер парламента Михаил Попшой настаивал, чтобы вопрос вотума был внесен в повестку заседания 5 декабря, он все же не был допущен к законодательной процедуре. Как пояснил глава генерального юридического управления секретариата парламента Иоанн Крянга, вотум был проверен его структурой, которая констатировала, что он носит исключительно индивидуальный характер. Те заявления господина Гайчука, в которых он выразил солидарность с донбасскими сепаратистами, нельзя оставлять без внимания. Это не вотум недоверия, направленный на программу правительства, поэтому он не может быть внесен в законодательную процедуру. Его вернут авторам обратно. «Учитывая, что вотум недопущен к законодательной процедуре, я даже не выношу его на голосование». Напомним, на прошлой неделе депутаты блока АКУМ зарегистрировали в законодательном собрании вопрос о вынесении упрощенного вотума недоверия министру обороны за то, что еще три года назад тот якобы высказал симпатию бойцам Донбасса, восхитившись силой духа ополченцев, при том, что официальный Кишинев всегда придерживался принципа сохранения территориальной целостности Украины. Наш корреспондент связался с Виктором Гайчуком, чтобы получить его комментарий по данному вопросу, однако тот ответил, что находится на заседании и не может разговаривать. Ранее одному из интернет-изданий министр обороны заявил, что претензии не обоснованы. Слова были вырваны из контекста, сказанного им в 2016 году на научной конференции. И все это не более, чем попытки манипулировать общественным мнением и вводить общество в заблуждение. Еще и происходивших сегодня в законодательном органе. Большинством голосов парламент принял отставку депутата от демократической партии Константина Ботнаря. Также сегодня еще один депутат, демократ Александр Ботнарь, объявил на пленуме парламента, что это последнее заседание, в котором он участвует, так как отказывается от депутатского кресла в пользу должности примара города Ханчешты. Таким образом, в одномандатном избирательном округе номер 38, по которому он был избран, должны пройти досрочные парламентские выборы. Далее новости международной жизни. Вечером 4 декабря в одном из жилых домов на польском горнолыжном курорте Щирк произошел взрыв газа, в результате которого рухнуло трехэтажное здание. Под завалами, по данным спасателей, находились как минимум 8 человек. Всего в доме проживали 9 человек, но одна женщина в момент взрыва была на работе. Уже обнаружены тела пятерых погибших, один из них ребенок. Местные власти заявляют, что спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся в том, что под обрушившимся зданием больше нет людей. На месте трагедии работают около 200 специалистов, спасатели, сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Спасательная операция проходит в сложных условиях, учитывая погоду и то, что при поисках людей практически исключается использование тяжелой техники. Представитель польской газовой компании Артур Михневич заявил, что причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией. Об этом сообщает корреспондент.нет. И снова к новостям внутренним. Внимание особенным людям. Международный день инвалидов, руководители населенных пунктов Аргеевского района и муниципи Аргеев провели встречи и навестили людей с ограниченными возможностями. При поддержке руководства партии, председателя Илона Шора и вице-председателя Марины Таубер, а также депутатов парламента Республики Молдова, в качестве особого знака внимания, людям с проблемами здоровья вручили продовольственные подарки. Коммуни Жора Демижлак около 200 человек с особенностями здоровья. Международный день людей с ограниченными возможностями руководства населенного пункта уделила внимание каждому из них. Мы, как политическая организация и как публичная структура хотим оказать должную помощь этой категории людей и уверены, что по мере нашего развития и наших возможностей внимания будет больше. Очень важно уделять внимание людям, у которых есть проблемы со здоровьем. В Коммуни МЛОЕШТе людей с особенностями здоровья более 90. Внимание руководство Коммуны уделило каждому и отметило, что двери примырии для людей всегда открыты. Мы не должны забывать и не должны отрицать, что эти люди нуждаются в особом внимании. Вот почему у них есть свой особый всемирный день. Это означает, что во всем мире внимание к ним должно быть привлечено не только в этот день, потому что им нужна наша поддержка. В настоящее время политическая партия ШОР уже внедрила ряд социальных проектов, которые призваны обеспечить лучшие условия жизни для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Речь о социальных аптеках, магазинах и не только. Мы, представители партии ШОР, сегодня в различных примыриях, районном Совете Аргеева и парламенте, заверили людей, что всегда будем рядом с ними. Всегда будем внедрять социальные проекты, как мы это делали в течение последних четырёх лет. Таким образом, проекты продолжаются, и мы всегда будем рядом с людьми с ограниченными возможностями. В Аргееве более двух тысяч человек с особыми потребностями. Помощь получит каждый. По словам примаров избранных от политической партии ШОР, так руководители и политформирование проявляют свою заботу о людях и поддерживают тех, кто в этом нуждается. И в продолжении темы. Забота, внимание, помощь нужны этим людям ежедневно. И, конечно же, в их международный день. Новый примар Тараклей Вячеслав Лопов от политической партии ШОР также провел встречу с людьми с ограниченными возможностями и вручил им подарки. А тех, кто не смог прийти сам, навестил дома. Каждый из тех, кто пришел на эту встречу, не понаслышке знает, что такое проблемы со здоровьем. Еще они знают, что такое преодоление и борьба, ведь каждый день им приходится бороться с болезнью. До сих пор, говорит Олег Филатов, внимания со стороны городских властей было немного. В городе нет пандусов, нет спецтранспорта. С приходом нового примара появилась надежда на улучшение ситуации. 35 лет я живу в Тараклее, 35 лет супруга. Ее даже в списках идет, как инвалиды детства. Нету ее, как говорится, никакой помощи, ничего. Вот как сейчас снова мэр появился, на нас начали обращать внимание. Поздравить и вручить лично каждому подарки в центр приехал примар Тараклеи Вячеслав Лупов. А тех, кто не смог прийти сам, примар навестил дома. Всегда приятно, когда не забывают, тем более таких детей. Мне очень приятно. Почему? Потому что мне за столько лет никто не уделял внимания. Помимо организации разовой помощи, говорит примар, идет работа и по налаживанию быта для всех людей с ограниченными возможностями. Мы рассматриваем сейчас вопросы и пандусов, конечно же, и транспорта для них. Конечно же, мы по максимуму постараемся опираться на опыт других городов, в том числе и Аргеева, может быть, еще каких-то европейских городов. Надеемся, что городские власти не будут забывать о этой категории населения. И почаще, побольше будет таких мероприятий, организаций, акций. Потому что тем самым мы даем этим людям какую-то надежду. В Тараклии на данный момент 945 людей с ограниченными возможностями. И, как обещает Вячеслав Лупов, каждый получит свою долю внимания и участия, а также необходимую помощь. И еще о тех, кто нуждается во внимании и помощи. Десятки пенсионеров в Аргееве получили материальную помощь от премырии в рамках социального проекта «Единовременная финансовая помощь». Проект был инициирован бывшим премаром Аргеева Илоном Шором, а дальнейшее развитие получил при нынешнем главе муниципия Павле Вережану. Деньги были выплачены из резервного фонда муниципального совета. Инициированный Илоном Шором социальный проект «Единовременная финансовая помощь» продолжает работу. По распоряжению нынешнего премара Аргеева Павла Вережану пенсионеры муниципия, которые обратили за помощью в премырию, получили по 500 леев каждый. Те, кто болен туберкулезом, получили по 800 леев. И по 1000 леев, страдающие онкологическими заболеваниями. Аргеевцы выразили искреннюю благодарность за поддержку, которую им оказывают городские власти. И сказали много добрых слов в адрес председателя политической партии Шор Илона Шора. На эти деньги я собираюсь купить лекарства. Всем очень довольны. Везде все красиво и аккуратно. Прекрасный парк. В Архилленде тоже очень красиво. Это мне очень поможет. Очень хорошо. И большое спасибо примару. Здоровья ему, чтобы он и дальше мог помогать нам. Как раз вовремя я смогу купить угля, дров и что-то еще по мелочи. Глава муниципия Павел Вережану, а также вице-примар Валериан Кристи пообещали, что всегда и во всем будут поддерживать пенсионеров для улучшения условий их жизни. Это необходимое внимание со стороны примарии. И для нас это важно, потому что мы понимаем, в какие сложные дни мы живем. Любое дело получается хорошо, когда ты делаешь это с удовольствием. Здесь мы с удовольствием. Социальные и инфраструктурные проекты в Аргееве были инициированы бывшим примаром, председателем политической партии ШОР Илоном Шором. Согласно предвыборной программе формирования, они должны быть реализованы во всех населенных пунктах, в которых главами избраны кандидаты от политической партии ШОР. И еще одна новость в завершении. К предстоящим зимним праздникам агентство Молсилва предложит на продажу более 50 тысяч новогодних елок. Большинство деревьев выращено в лесоводческих предприятиях Едениц, Калараша, Кишинева, Бендер и Ханчешт, передает агентство Молпресс. Высота деревьев варьируется от 1 до 4 метров. На подведомственных агентств и лесных предприятиях цена за сосновое дерево начинается от 56 леев за метр, на ель – от 44 леев за метр. Традиционно в течение предпраздничного периода усиливается охрана и защита лесов, проводятся систематические рейды. В случае незаконной вырубки хвойных деревьев нарушителям грозит штраф от 40 до 50 условных единиц для физических лиц и до 500 для юридических. Таковы новости к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Удачного вам дня в продолжении. До встречи в эфире в 21.00 на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова